И всем привет, ребят, с вами Старвайк, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, и сегодня у нас на обзоре будет устройство, которое занерфили, а именно рикошет с Гелиосом. Сегодня скатаем на нём, посмотрим, насколько хорошо и эффективно он себя покажет в рамках боя в матчмейкинге, ну а вам, если нравится игрового рода видеоролики, то обязательно не забывайте поддерживать их лайком, ну и писать в комментариях новые, возможно, вооружения, которые вы бы хотели бы увидеть в ближайшее время. По дрону я думаю, что мы оставляем дрон Кризис, ничего здесь менять не будем, но берём ту самую комбинацию с паладином, лучшая комбинация, которая только может быть под этот рикошет с Гелиосом. Ну и по режиму я бы, наверное, хотел бы запикаться сегодня в определённый режим, и это будет режим TDM очки. По редистам у меня пока что стоит Скорпион, Гром и Магнум, если вдруг надо будет поменять, то мы что-нибудь по ходу боя переоденем и возьмём, что нужно. Но главная задача это посмотреть, насколько эффективно будет работать сам рик, насколько большое количество киллов нам удастся на нём набить, и будет ли чувствоваться нехватка дополнительного урона, потому что перезарядка у нас рикошета стала дольше, хотя с баллоном вроде как ничего не произошло, да, то есть у нас только перезарядка. Сам баллон имеет в себе такое же самое количество шариков, но за счёт этой более долгой перезарядки, возможно, будут где-то проблемы, где-то будет тяжелее уничтожить противника, ну и не всё может быть так идеально, а может быть наоборот, мы сейчас запикаемся в катку и всё у нас будет очень круто получаться. И также забыл сказать о том, что у нас колокольчики сейчас на канале приходят довольно-таки плохо, поэтому если вы вдруг ещё не состоите в нашем дискорд-сервере, то обязательно не забывайте на него тоже присоединяться, информация по стримам, по видеороликам вся там имеется. Блин, на какую шикарную карту он закинул, боже, какие сочные званочки, но с такими званочками грех здесь не показать контентовый-то результатик на рикошете с Гелиусом, при том, что сейчас от рикошета уже резистов у нас в матчмейкинге стало намного-намного меньше, поэтому, быть может, сейчас реализация нашего рикошета станет только и только лучше, потому что тогда, когда мы играли на нём, резисты от этого рика практически всегда присутствовали. Сейчас же, резов от рика, ну в рамках, по крайней мере, этого боя, у нас только две штуки, и то 37 и 25%. Неплохо, 6 киллов даём с первого респа, начало положено, ну и добавлять будем сейчас по ходу всей этой катки, было бы неплохо как можно быстрее накопить овердрайв и потом под овером тоже затушить. Так, резистик 20% нам нипочём, диктатора мы тоже уносим, там я смотрю, что шафт уже пикает под мою зону, поэтому было бы неплохо нам, наверное, поменять, если чё, траекторию. Так, и смотрим на пушки, которые есть против, я вижу рикошеты, я вижу шафты, и я вижу... Я вижу рикошеты, так, шафт, рик, и там была рельса, давайте возьмём тогда рик, шафт, рик, и рельсы. Вот такой вот резистик мы интересный возьмём, хотя можно было взять рез от венса, но ладно, окей, допустим, что это будет актуально, плюс там молот ещё есть, который будет давать киллы. Задача, конечно же, выиграть катку, конечно же, выиграть эту катку. Не знаю, будем мы играть два боя левый один, но если этот бой продлится где-то минут 10, то я думаю, что вторую катку мы уже катать не будем. Стараемся дать как можно больше киллов, и, конечно же, пожить на респе. Блин, ё-моё, как мне сейчас жёстко обломали. Как мне жёстко сейчас обломали оглушением мой замечательный рикошет. Ой, не рикошет, а паладин овердрайв. Да, это было грустно. Да, но против таких, конечно, противников тут с рикошетом за милую душу можно давать киллы. 16 киллов уже есть. Подпикался я, ну, не сказать, что, наверное, суперсильным. Соответственно, моё вооружение здесь должно показывать только и только прибыль. Есть ещё дополнительно пару киллов. Так, ну вот баллон. Конечно, регенится стал намного дольше. Это чувствуется. Чувствуется, что баллон пополняется дольше по времени. Но эффективность рикошета от этого я бы не сказал, что настолько сильно упала. Да, то есть по безрезу точно работать можно смело. Против резистов? Да. Наверное, уже этот рикошет не будет работать. Если раньше я говорил, что и против реза с кризисом можно суперэффективно играть. И всё будет получаться довольно-таки неплохо. То есть сейчас я бы сказал, что против реза уже будет очень тяжело что-то сделать. И тем более набирать большое количество очков. Так, этого мы не забрали, к сожалению. Два тенинкил за 4 минуты. Это хороший результат. Два тенинкил. Грубо говоря, треть киллов от катки у меня получилось сделать пока что. Это ещё с учётом того, что я не реализовал ни одного овердрайва. У меня был один единственный овердрайв, который я, вы видели, каким образом прожал. И как он у меня улетел в пустышечку. Поэтому будем считать, что это без единого овера. Без единого овера я бы, наверное, сказал, что это неплохой результат. Так, вот резист, например. Резист. Ну, да, порезу всё. Порезу, короче, до свидания. Порезу без шансовик. Порезу даже с кризисом. Порезу уже мало что у вас получится сделать. Но, 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 но. Нужно же не забывать ещё момент того, что у вас есть овердрайв паладина. И как раз-таки, когда вы будете под овердрайвом, там-то вы сможете спокойно такие танки разбирать. Сейчас как раз-таки у меня будет овердрайв. И можно попробовать поиграть под резисты. Так, первого уничтожаем. Второго уничтожаем. Третьего уничтожаем. Лучше запушим в другую сторону. Ближе к базе противника. Тех, я думаю, что наши тиммейты и так разберут. Блин, и громчик какой-то мне смачный прилетел. Вот так вот рез от грома снял, а сразу громчик со сплэшом. Бэм! Туда закидочку оформил. И всё, и всё. И я уже на рез полетел. Бесшансово. Так, пробуем забирать здесь харька. 85 киллов у нас уже есть за 5,5 минут. Коппер открывается под меня. Сливаем его тоже быстро. Нужно переключаемся. Быстренько пробуем забрать твинца. Отлично, твинца тоже забираем. 34 килла уже в рамках этого боя. Добавляем. Добавляем. И ещё добавляем. Есть контактик. Есть контактик. Но если будет серьёзный противник, то боюсь, что вот настолько жёсткого результата уже показать с этим рикошетом не получится. Ну и плюс нужно учитывать тот факт, что... О, железов сколько понацепляли. Что мы играем с кризисом. Без кризиса такая комбинация будет намного, намного хуже себя показывать. Намного. Именно паладина, рикошет. Да и вообще гелиус с риком, да, это то устройство, которое без кризиса смотрится намного, намного хуже. Да, но в связи с тем, что у нас кризис сейчас имеется у большого количества игроков, я подобные обзоры могу смело записывать. Так, шафт миточку даёт хорошую. Отлично, сливаем его. Миночки его не сработали. Так, тут миночку в подъём. В упорчик лезем сразу викингу, чтобы его унести. Отлично. Уничтожаем. Тевинс пытается накидочку какую-то произвести. Аккуратненько его тоже сливаем. По викингу теперь накидом. Можно, можно его тоже забрать. Отлично. Так, и у меня появляется овердрайв. Овердрайв, овердрайв. Пробуем забрать диктатора. Отлично, диктатор уходит на респ. Лаг сервера какой-то происходит. Так, понял, что викинг разрядился. Под этот лаг. Тогда мы его выпушиваем. У него как раз резист есть. Резист мы быстренько обрабатываем. Сливаем, нагибаем. Так, дальше аккуратненько в упорчик играем. Против резиста, конечно, да. Паладин, он шикарен против резиста. Против резиста это идеальная вещь, когда ты просто вжимаешь оверку противника, который не имеет резиста. Он не имеет иммунитета от пробития, но при этом имеет резкта. И, конечно же, ничего абсолютно он сделать не сможет. Так, один молодой решил залагать и упереться в стенку. 52 кила! 52 кила! Блин, ну в таких катках, конечно... Ну, безумно, безумно, безумно. Очень безумно. Даже после нерфа. Даже после нерфа. В таких катках результат бешеный. Просто бешеный. Но не всегда у вас против будет попадаться такого рода противники. И не всегда у вас будет получаться давать такие контентовые цифры. Да! По безрезу. С более ослабленным противником. Этот рикошет будет находиться в такой же идеальной, шикарной, нагибаторской мете. Но! Если ситуация повернется немножко другим образом, вряд ли у вас получится давать такие безумнейшие цифры. Поэтому здесь нужно уже четко смотреть от противника, смотреть от резистов противника. И под это все дело подстраиваться. Так, главное нам еще эту катку выиграть. Потому что я смотрю на счет. Понимаю, что мы еще можем ее проиграть. 12 киллов отрыва всего лишь. При том, что я дал 57 киллов. 50, мать его, 7 киллов. И мы еще можем слить этот бой. Офигеть. Так, плюс 1 килл есть. Шаф пытается меня прицелить. Отлично, на стрейфе уходим. От прицелки плюс даем дополнительный килл. Подбираем дропы в овердрайв. Сразу овердрайв в прожатие. Даже долго думать я не буду. И зря. И зря, что я долго думать не буду. Потому что надо было чуточку притормозить. Минус килл для своей команды. И самоуничтожение. Это ужас. Это ужас. Когда у нас еще такая ситуация на карте, где я мог дать плюс где-то 3-4 килла с легкостью под прожатым овердрайвом. Я ухожу на рейд. Делечусь. Сейчас я еще и катку из-за этой ерунды проиграю. Офигеть. Будет жестко. Если реально мы проиграем сейчас этот бой. Будет супер печально. Один килл даем. Разворота по харючку. И еще добавочку. Противник уже так не очень приятно играет. Блин. Не сливаем. Все по вот такому. Чуть-чуть накидать. Блин. Чувствую жареное. Чувствую жареное. Ептить. Давай-давай-давай, пацаны. Давай-давай-давай. 4 килла. 3 килла. Блин. Моя ошибка может сейчас решить исход этой игры. Моя ошибка может решить исход этой игры. Противник еще так аккуратно прикрывается под стенки. Фух. Ё-моё. Я испугался. Честное слово. Фу-фу-фу-фу-фу. Я думал сейчас из-за моего этого минуса мы еще и катку проиграем. Ну что я могу сказать в целом? В целом рикошет. Вот такой. Бодряковый. Четкий. Аппетитный. Сочный. Слабый рик никогда бы за катку не дал бы 62 килла. Но. 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 Ослабление и нерв его чувствуются. 100%. Он стал слабее. На сколько процентов слабее? Ну где-то на процентов 15-20. Да. Но на нем все так же по безрезу. Точно. Вот если нет резу у противника, у вас этот рикошет есть. Есть паладинчик. Есть кризис. Смело можно брать. Смело можно брать. Но если резы появляются, лучше сразу же менять эту пушечку. Если вам понравился данный видеоролик, то обязательно поддерживайте его лайком. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики. Не забывайте про дискорд сервер, про который я сказал в начале видоса. Тоже на него. Переходите, присоединяйтесь на наш сервер. Все оповещалки там приходят. И не забывайте про текст, создатель контента, который находится в настройках игры. В аккаунтике. Мой личный так это так темп. Устанавливайте его, поддерживайте меня и участвуйте в розыгрыше. На 1 миллион кристаллов, на 20 тысяч танкоинов. Вся информация по розыгрыше есть в описании. Ну а у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока.